всем привет рада видеть вас на своем канале надеюсь вы рады меня слышать ну что ребят поговорим с вами о канале аня настя лайф и о канале эрика берлин посмотрела я обзор у эрики на канал анки и насти вы знаете река разнесла их но хотя у нее был мотив донести про украинских беженцев которые вот ведут себя так наподобие июльки стар и еще донести то что они получая пособие как беженцы катаются в страну где страшно как они говорят где ужасно и в то же время ведут себя там как ни в чем не бывало и также это скажем так ответка девочкам при певочкам за их высказывание в сторону эрики на самом деле эти девки они о ком только не высказываются у них что не видеоролик то ответ хейтерам они бесконечно в каждом видеоролике своем оправдываются и оправдываются тем кто им пишет еще когда я не делала обзор на этот канал они уже в каждом видосе клепали оправданием но на самом деле еще у эрики был посыл скажем так высмеять то что они вытворяют то есть эти их мукбанки когда они сидят безобразно жрут подражая при этом стар или просто показывая свою невоспитанность и хабальство когда во время еды они болтают с набитыми ртами когда жрут руками особенно этот мукбанк когда настенька ела сало при этом растягивала его эту котлету руками ела все там вываливалась что-то там на пол падала это оливье все это в месиво и в рот толкала при этом она пританцовывала и совершенно не думала видимо о том насколько она ужасно выглядит хотя ребята ну а что она думать могла когда они стримы ведут и она в неприглядном виде в пьяном виде не боится себя показывать и там еще ужаснее они обе выглядят особенно даже видеоролик где они скеллерами тогда снимались и настенька как выглядела она же вообще была в ума от пьяная невменяемая и как она выглядела ее по моему не напрягает и вот скажите как такие девчонки еще могут надеяться найти себе парня скажите я всегда говорила да что парни они выбирают себе идеальную даже парни те которые возможно сами даже ведут неправильный образ жизни но для них спутницей жизни никогда не станет такая как эти две потому что спутница жизни это на всю жизнь а с такими как аня и настя это только поразвлекаться только ради развлечений побухать еще чем-то заняться да ребят но только не для жизни но похоже этим психологиням балахериться как они себя возомнили великими блогерами что зарабатывают прям 80 евро на губы как я уже говорила что их канал даже 80 евро в месяц не зарабатывает хотя вот такие вот линды которые донатят сидят пустышкам по 100 долларов за стрим то это да как раз таки за счет донатов можно и губы накачать но опять же в курсе ли джоп-центр о донатах я не думаю потому что если посчитать донатами если за стрим по 100 долларов но не всегда бывает линда на стримах и не всегда кидает им такие большие деньги то знаете канал тогда зарабатывает выше положенного выше положенного доход и тогда пособие уже им не положено но они этим уже хотят обдурить джоп-центр показывая свои легальные доходы то бишь вот у нас от ютуба столько-то столько-то и поэтому мы имеем право на пособие там она чуть меньше но все же пособие есть причем канал же оформлен на одну то есть 2 получает пособие в полном объеме они уже об этом рассказывала что якобы столько вычитают столько возвращают там у нее целый видеоролик есть а поводу пособие вот только нелегальные доходы которые приходят в виде донатов она укрывает потому что эти донаты не идут уже в счет самого ютуба дохода от youtube если бы им кидали в чат копеечку то эти деньги бы конечно же плюсовались в доход ютубовский а так как донаты они получают совершенно по другой программе то и получается что все это идет по нелегальному нелегальный доход эрика рассказала этих великих блохерицах а этих психологинях но она немножко видимо не в курсе что они якобы сами психологи не но отправляют всех там психиатру к психологу они же ставят якобы всем диагнозы а то что в первую очередь им самим нужно обратиться потому что ведут они себя обе ужасно не уравновешенные дерганые то видимо они не видят себя со стороны или просто видеть не хотят и сейчас конечно же им охота быстрее в германию и то что они там ляпали своими языками что ой так не хочется уезжать якобы это родина так хочу вы приехали тогда не хочется уезжать оставайтесь на своей родине что ж вы сидите дома жарьте шашлычок покупайте роллы но в украине надо работать и никто содержать их не будет папа вкалывать один не собирается чтобы содержать аньку а нас к вообще готова убежать из своего дома только бы там не сидеть я вы знаете прочитав письмо от своей подписчицы очень много узнала про них и поэтому уже как-то мне проще что-то говорить и я удивлялась как же это наська побыв совсем совсем чуть-чуть у себя дома ломанулась канькиной родне потому что дома ей вообще не нравится находиться то есть она как от какой-то отломанный ломать до от своей семьи как будто ей вообще там не комфортно и не уютно как будто это не ее семья и не ее родня ну знаете в моем понимании это как какой-то дикий человек серьезно зато переться в чужую семью в семью они сидеть там есть там спать там напрягать людей для нее считается нормой чё ж ты настенька не сидела у себя дома чё ж ты поперлась в харьков если ты так скучала по своей родной стране то получается ты скучала не по родной стране и не по маме не по родному дому а перлась ради того чтобы припереться с подружкой чтобы просто тупо поразвлекаться в украине и совсем совсем не от того что ты хотела навестить своих родных о том что ты по ним соскучилась мы не увидели потому что ты даже дома не находилась а в прошлый раз как мне написали ты даже домой не заезжала да потому что тебе не нужно туда было тебе просто нужно было развлечением и твое развлечение это анька который ты подчиняешься настюша по полной программе канал анин но ты в нем как клоун как рабочая сила себя то анька не спешит показывать а вот тебя как клоуна постоянно показывает рабочая сила интересно получает какой-то доход анька тебе выплачивает гонорар за съемки я думаю что нет анька не из тех кто станет делиться с кем-то своим доходом она лучше шлепаки свои накачает вместо того чтобы раздавать деньги направо и налево но я конечно ждала чтобы кто-то еще заговорил про девочек припевочек чтобы кто-то еще людям раскрыл глаза кто они такие и эрика наконец выпустила видео как мне написали в комментариях это якобы реклама канала эрики ну собственно вы как хотите вы можете воспринимать что эта реклама я же должна сказать начнем я канале увидела разбор полетов на этих девиц и я да я ожидала чтобы кто-то еще разобрал их канал их видеоролики и вообще их жизнь и что они из себя представляют эти дамочки она собственно хорошо проехалась по ним и повторюсь ребят я даже не знаю какое будущее у этих девиц после вот такого вот мерзкого ужасного поведения и прославились они уже на весь мир они наверное думают что если они удаляют стримы то их никто не увидит их никто не услышит посидели постримили бабосов на стриме ли видео удалили про них забыли нет так не бывает их будут помнить как безобразных мерзких балахерец девок легкого поведения и в моем понимании девочки легкого поведения это не то что вы возможно думаете а вот такое вот легкое безобразное поведение которое связано алкоголем с жрачкой со сквернословием и вот такими оскорблениями поливанием грязи ближних людей с которыми они дружили с которыми они общались а это самое ужасное когда девчонки молодые девчонки способны на такое сначала подружили потом прополоскали снова подружили и прополоскали и вы знаете у меня даже другое мнение появилось относительно вот этих келлеров что они возможно со всей душой да может они хотели кого-то из своих сыночков пристроить к девицам возможно но эти сосали из них и пытались высосать все что только хотелось им по максимуму у них была одна цель но совсем не та цель которую ожидали родители келлеров и я думаю что отец правильно поступил что не стал больше отвозить кевина к этим девицам не знаю каких парней они там смогут себе найти но такие девицы это не для долгих встреч и не для жизни чтобы найти вторую половинку им нужно удалить канал и полностью кардинально измениться хотя я думаю для них это ну невозможно невозможно исправить то что уже просто влилось в них да и мне кажется этот позор который останется с ними навсегда уже тоже не смыть с них девочки очень хитрые девочки падки на деньги на халявные деньги и когда еще отсутствует стыд и совесть то что здесь еще можно говорить в общем мои хорошие буду я заканчивать пишите что думаете вы по этому поводу оставляйте свои комментарии оставляйте свое мнение но я хочу напомнить что это лично мое мнение и я его никому не навязываю на этом буду заканчивать и прощаться с вами всех вас обнимаю всем пока пока